Добрый вечер, в прямом эфире новости на телеканале НИСИ, в студии Александр Деков и в начале выпуска, коротко о главных событиях этого дня. Импортозамещение – главная тема 15-го форума предпринимательства Сибири. Какие проекты там представлены и как власти края помогут бизнесу? Самая главная задача, которую должны решать российское государство и общество, это повышение конкурентоспособности нашей экономики. Пять врачей из края стали победителями всероссийского конкурса. В каких номинациях наших медиков признали лучшими и как их наградили? Если человек пришел к тебе с каким-то вопросом, то, наверное, надо его проблему решить. То есть для начала его надо выслушать. В Каннском районе водитель автобуса оставил на трассе 20 пассажиров, в том числе ребенка-инвалида. Как это случилось, и будет ли наказан перевозчик? Пассажирам рекомендую я делать отметочку в билете, чтобы водитель делал отметку в билете о том, что их не доставили до места назначения. В Красноярском театре «Кукол» покажут бэби-спектакль для детей от года. Почему в постановке совсем нет слов и чему научат маленьких зрителей? Зрители, они ощущают спектакль. То есть они могут не понимать некоторых знаков, некоторых символов, но самые маленькие, которым год, там, чуть-чуть постарше, они очень хорошо ощущают спектакль. Узнать, с чего начать собственное дело и презентовать свои бизнес-идеи инвесторам в Красноярске сегодня открылся 15-й межрегиональный форум предпринимательства Сибири. Его главной темой стало импортозамещение. Какие необычные проекты представили местные предприниматели и как власти края будут помогать бизнесу, расскажет только Тишинина. Форум предпринимательства Сибири – это площадка не только для опытных бизнесменов, но и для начинающих предпринимателей. Здесь они могут заявить о себе, найти новых партнеров и клиентов, а также узнать все о различных способах государственной поддержки. В 15-м юбилейном форуме принимает участие свыше 10 тысяч человек из различных регионов России. Костюм захвата движения передает движение через роутер в компьютер, в программу обработки движений скелета, которые потом уже транслируются в наше приложение. И мы видим, как девушка контролирует виртуального аватара, а я, соответственно, через контроллер, через джойстик управляю точкой обзора. С помощью компьютера и нескольких датчиков на экране оживает виртуальный персонаж. Каждый жест с точностью повторяет за человеком. Такой проект на форуме представляет один из резидентов красноярского бизнес-инкубатора. Петр Фишов, который и разработал компьютерное приложение, объясняет, такие интерактивные видеоинсталляции можно использовать на разных массовых мероприятиях. И пока, по его словам, у него конкурентов в крае нет. Для тех же празднований 9 мая, либо каких-то других мероприятиях, обычно спрашивают, что можно такого интересного нового сделать на больших мероприятиях, чтобы мы на экране создали эффект вау. Максимум, что сейчас могут предложить, это создание какой-то графики, допустим, даже самой сложной, но предсохраненной. В данном случае я предлагаю систему, которая работает в реальном времени. Научились красноярцы самостоятельно делать 3D-принтеры. Одна из компаний презентовала свою разработку на форуме. Кстати, здесь предприниматели не только могут рассказать о своих идеях, но и узнать полезную информацию. Под одной крышей собрались различные центры поддержки предпринимательства, банки, налоговая и антимонопольная службы. На форум приехали представители малого и среднего бизнеса из 20 регионов страны, а также из-за рубежа. Организаторы говорят, это своего рода репетиция перед Красноярским экономическим форумом. Когда мы проводим наш КЭФ, когда понимаем, что это площадка федеральная, зачастую не хватает места для нашего бизнеса. И он всегда от этого страдает, потому что не может выступить, не может презентовать свои проекты. Здесь мы этот пробел устраняем. Безусловно, в этом году мы проводим и биржу контактов, проводим мастер-классы, семинары для предпринимателей. Здесь представлена вся инфраструктура поддержки. Приехали представители федеральных корпораций. О наболевшем бизнесмены говорят уже на пленарном заседании. В нем также принял участие губернатор края. Главная тема – взаимодействие регионов и импортозамещение. Эксперты объясняют, благодаря ему бизнес оказался в тепличных условиях. Но теперь нужно развивать и экспорт. Виктор Толоконский заявил, конечно, власти будут помогать, существуют различные гранты. Но главная задача государства – создать комфортную среду для предпринимателей. Ведь именно от бизнеса зависит устойчивость нашей экономики. Я очень надеюсь на то, что в рамках форума вы предложите, пообсуждаете, аргументируете те задачи, которые государственным институтам предстоит решать в ближайшее время. Самая главная задача, которую должны решать российское государство и общество – это повышение конкурентоспособности нашей экономики. Это рост нашей экономики. Это освоение принципиально новых в технологическом плане производств и продуктов. Форум продлится три дня. Запланированы круглые столы с участием предпринимателей, федеральных экспертов и представителей власти. Семинары, на которых расскажут, на какую поддержку может рассчитывать малый и средний бизнес и как стать участником госзакупок. Также впервые пройдет стартап-шоу, где участники за пять минут должны представить инвесторам свою идею. А ведущие бизнес-тренеры страны поделятся секретом, как эффективно развивать свое дело. Ольга Тишинина, Денис Тимошенко, Новости. Сегодня в законодательном собрании состоялось первое в новом созыве заседание Комитета по делам села и агропромышленной политики. Один из главных вопросов, который рассмотрели краевые парламентарии – корректировка бюджета и утверждение средств на меры государственной поддержки агрария. На вопросы депутатов отвечали министр финансов Владимир Бахарь и министр сельского хозяйства Леонид Шорохов. Больше всего народных избранников интересовала судьба прямой поддержки работников сельского хозяйства. Представители исполнительной власти заверили, что она обязательно будет продолжена. После долгих обсуждений депутаты проголосовали за корректировку бюджета. Правительственное решение, которое вынесено, Комитет поддержал, но обратиться в профильное министерство, чтобы они внимательно отнеслись к позиции вот тех прямых статей, которые являются вот на прямую поддержку. То есть это касается вот лизинговых дел по технике, это касается вот кредитной линии по процентам, чтобы их сохранить. Десятки пациентов ежедневно принимают новый сердечно-сосудистый центр в Ачинске. Это проект уникальный. Подобные медицинские центры в районных больницах есть только в нашем крае. При этом специалисты в территориях используют такие же методы диагностики, что и в медицинских учреждениях столицы региона. Подробнее расскажем далее. Рентгеноваскулярный кабинет для лечения и диагностики острых инфарктов миокарда принимает пациентов 7 дней в неделю. Своим открытием, надеждой на спасение от инфарктов, инсультов получили не только Ачинцы. Сюда в любое время могут обратиться жители всех населенных пунктов западной зоны края. У пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца в кратчайшие сроки определяют степень поражения коронарных артерий, что очень важно для принятия решения о дальнейшем лечении. Процедура, мало травматичная и почти безболезненная, пациент все время находится в сознании. Еще до открытия кабинета и получения высокотехнологичного оборудования Ачинские медики прошли годичное обучение в краевой клинической больнице. Да и сейчас их консультируют коллеги из края. Специалисты здесь работают прекрасно, начиная от операционных медсестер, окончая нашими докторами. Я считаю, что для Ачинска это большое подспорье. Около 150 диагностических мешательств провели медики за полтора месяца и оказали помощь пятерым пациентам с острым инфарктом миокарда. В таких тяжелых случаях дорога каждая минута. Далеко не все могли бы перенести дорогу до краевого центра. Специалисты уверены, с открытием нового учреждения у Ачинских медиков появилась возможность профилактировать у пациентов инфаркт и некроз мышц сердца. И даже в случае необходимости направление в федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, другие медицинские учреждения и исход лечения при своевременной оказанной помощи на месте будет более благоприятным. Екатерина Погорелова, новости. Пять врачей из нашего края стали призерами всероссийского конкурса. Наших медиков признали лучшими в номинациях «Лучший врач медицинской реабилитации», «Лучший стоматолог», «Лучший врач скорой помощи», «Лучший офтальмолог» и «Фтезиатор». Кстати, последнюю специальность на конкурс от региона выставляли впервые. Заведующей туберкулезным легочно-терапевтическим отделением номер 4 удалось занять второе место. Светлана Горлова признается, конкурс был непростой. Члены жюри оценивали работу с пациентами, результаты лечения и научную деятельность за три года. Как призналась врач, в своей работе она всегда следует одному главному правилу. Если человек пришел к тебе с каким-то вопросом, то, наверное, надо его проблему решить. То есть для начала его надо выслушать, что он пришел из этого. Иногда человек сам не совсем понимает, как то, что у него возникла проблема. Проблемы бывают самые разные. У кого со здоровьем, у кого с инвалидностью, у кого какие-то социальные нюансы. Третьего надо допустить, допустим, к труду. То есть прежде всего больного надо внять и выслушать. Это престижно. Во-вторых, это все-таки еще и денежно компенсируемо. То есть о чем я говорю, что наши доктора, те, кто занял первую номинацию, получат денежные средства с суммой полмиллиона рублей. Соответственно, вторые и третьи места, 300 и 200 тысяч соответственно. Но в этом году мы были представлены на конкурсе 22 работами. И то, что пять человек взяли у нас, соответственно, одно первое место, два вторых и два третьих, это очень подчетно. Тем более по таким профилям, как реабилитация. И мы заняли первое место. Доктор у нас работает в городской больнице 20. Соответственно, где как раз эта наука более востребована. Почему? Потому что там у нас есть и постинсультное отделение. Воспитанники Каннского детского дома вернулись из Лондона, где побывали в гостях у футболистов знаменитого Арсенала. Команда «Гагаринец» заняла первое место на международных соревнованиях по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. Поездка в Англию стала главным призом за победу в турнире. А сегодня юные спортсмены принимали поздравления от главы региона. Как прошла эта встреча, расскажет Сергей Сеславин. Юные футболисты, воспитанники Каннского детского дома, на встречу с губернатором пришли при параде. В пиджаках, брюках и галстуках. Несмотря на то, что совсем недавно ребята одолели сотни команд соперников в турнире «Будущее зависит от тебя», сейчас они едва сдерживают волнение. Если к спортивным победам им не привыкать, то принимать поздравления и подарки от главы региона им еще не приходилось. Эта победа прославляет наш край. Эта победа дает очень яркий пример, ориентир всем другим детям, которые тоже учатся и играют, занимаются футболом. Вас поздравляю, благодарю всех, кто вместе с вами работал над достижением этого успеха. Главным призом за победу в международных соревнованиях по футболу среди детских домов стала поездка в Лондон и посещение базы британского клуба «Арсенал». Ребята сыграли товарищеский матч с молодежной лигой английской команды, также они встретились со знаменитыми футболистами и пообщались с главным тренером Арсеном Венгером. Своим секретом, как вот уже два года сохранять лидерство на футбольной арене, наставники команды «Гагаринец» не делятся, но говорят, что к ним уже поступают запросы от профессиональных клубов, которые хотят пригласить мальчишек из Канска. Город обращается, когда проходят городские соревнования, если подходит подходящий возраст, то ребят просят, чтобы они выступили за Каннскую команду, за городскую. От ребят многое зависит, ребята стараются, ребята тренируются, действительно качественно понимают, что чем больше они тренируются, тем больше у них шансов. Юные футболисты уже начали подготовку к следующему году, хотят снова подтвердить свой чемпионский статус. А руководство Каннского детского дома уже готовит будущих победителей в других дисциплинах. В ближайших планах завоевать медаль по биатлону. Сергей Сеславин, Андрей Крупнов, Новости. В центральном районе Красноярска скоро появится новый сквер, который получил название «Тихий». Место для отдыха горожан сейчас обустраивают между домами по улице Урицкого и Дубровинского. Как идут работы, сегодня проверил глава Красноярска Тхамак Булатов. Уже обустроены дорожки, старые лестницы заменили на монолитные и смонтировали детский игровой комплекс с прорезиненным покрытием. А художники рисуют на трансформаторной будке картины в стиле стрит-арт. Работы проводят за счет гранта губернатора края по инициативе красноярцев. Раньше на этом месте располагались два десятка незаконных гаражей, а прилегающая территория была захламлена. Сегодня местные жители вместе с главой Красноярска высадили 20 рябин и яблонь. Завершат благоустройство сквера в начале ноября. А в следующем году планируют обустроить порядка 20 подобных зеленых уголков. Вот этот сквер показывает, что можно сделать общими усилиями. Год назад жители обсуждали, каким должен быть этот сквер. Затем подавали заявку на грант. Активное участие проявили жители, когда ликвидировали захламление, которое здесь существовало. Если мы все так будем относиться к нашему городу, тогда город будет уютным, комфортным, современным, удобным для жизни. В Каннском районе рейсовый автобус высадил 20 пассажиров прямо на трассе и уехал. Как водитель объяснил свой поступок и будет ли он наказан, смотрите после рекламы. Продолжаем выпуск. В Шушинском районе по подозрению в убийстве 15-летнего школьника задержан студент местного сельскохозяйственного колледжа. В отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, молодые люди встретились на окраине поселка Шушинское. Между ними возник конфликт, который закончился убийством. 17-летний парень в состоянии наркотического объединения нанес несколько ножевых ранений подростку, от которых тот скончался. Подозреваемый скрылся с места преступления, но позднее был задержан и уже дал показания. Это молодой человек 17 лет. Он уже достиг возраста уголовной ответственности. Про него известно, что он попадал в поле зрения правоохранительных органов. Молодой человек употреблял наркотики. И поэтому здесь он понесет наказание. Это статья 105-е убийство. Погибшего подростка в родном поселке характеризуют с положительной стороны. Учителя говорят, что он был обычным ребенком. Несмотря на то, что семья была неполной, мальчик рос без отца. Со старшими он вел себя уважительно. Агрессии не проявлял. Кроме того, он занимался спортом, состоял в команде по хоккею и в секции вольной борьбы. Он всегда адекватно реагировал на все замечания. Он старался их выполнять. Ни дисциплину, ни школьный устав не нарушал. То есть, если он даже, допустим, задерживался или, как обычно, ребенок опаздывал урок, он всегда извинялся. Вопиющий случай произошел в Каннском районе. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Каннск-Аманаш-Тарай, высадил пассажиров прямо на трассе и уехал. 20 человек, среди которых ребенок инвалид, были вынуждены самостоятельно добираться до дома. Подробности в следующем материале. Все произошло вот на этой трассе. Более 20 человек возвращались из Каннска домой в свои села. Вдруг перед крутым подъемом водитель остановился и высадил всех пассажиров. Кому-то до дома оставалось 7 километров, кому-то все 20. Одним повезло, за ними приехали родственники. А вот Каролине Князевой вместе с сыном-инвалидом пришлось идти пешком почти 3 часа. Слабовидящий мальчик с диагнозом ДЦП только что перенес операцию. И такая дальняя дорога стала для него настоящим испытанием. Утром у него сильно болели ноги. И спина у него болела от того, что находился. Он так много не ходит у нас. В основном вот сидит. В пассажирском предприятии, которому принадлежит автобус, водители оправдывают. Дескать, он ни при чем, и во всем виновата погода. Глава сельсовета Виктор Голубкин тоже сетует на небесную канцелярию. И как будто не видит в произошедшем ничего из ряда вон выходящего. У нас таких больших случаев не бывает. Вот такую только распутицу. Может такие случаи быть. Я с дорожниками разговаривал. Всем утром было нормально. А весь день шел снег, слякоть. И вот такое, что боксовал не только автобус. Там несколько машин, говорят, стояло. Кто толкал, кто как. А вот в правоохранительных органах с такой позиции не согласны. По правилам водитель должен был сообщить о случившемся диспетчеру. И позаботиться о дальнейшей судьбе пассажиров. Пассажирам рекомендую я делать отметку в билете, чтобы водитель делал отметку в билете. О том, что их не доставили до места назначения. Для того, чтобы в дальнейшем можно было обратиться либо в перевозчику, чтобы возместили стоимость билета. Либо обращаться в другие контролирующие органы. По данному факту сейчас проводится проверка. Пассажирскому предприятию в случае повторного подобного нарушения грозит лишение лицензии на перевозку людей. Яна Макаренко, Анна Московских по материалам Каннской телекомпании. В Красноярске открылась традиционная ярмарка недвижимости. Почему так высок интерес красноярцев к жилью в Москве и Санкт-Петербурге? Расскажем далее в выпуске. Возвращаемся к новостям. В свой 79-й сезон Красноярский театр «Кукол» открыл необычные премьеры для самых маленьких горожан. На бэби-спектакль «Круглый год» пришли родители с малышами, причем самому юному зрителю меньше года. Звон колокольчиков, хруст снега, мелодичная музыка. Действие происходит без слов. Атмосферный спектакль режиссера Александра Хромового в фантастических образах показывает смену времен года. Эту постановку с восторгом восприняли и маленькие жители Крыма, где Красноярский театр выступал с гастролями. Теперь этот спектакль добавят в афиши нового театрального сезона. Зрители, они ощущают спектакль. То есть они могут не понимать некоторых знаков, некоторых символов. Но самые маленькие, которым год, чуть-чуть постарше, они очень хорошо ощущают спектакль. И, наверное, в основном для них было сделано. Малым сыном для совсем малышей от года до трех лет мы открыли практически недавно. В 2013 году мы стали работать над этой темой. И сейчас у нас расширяется репертуар. В репертуаре для малышей у нас уже третье название появляется. И это все связано с тем, что потребность очень велика, интерес большой. И мы считаем, что театру, бэби-театру, просто жить. В Красноярске открылась традиционная ярмарка недвижимости. В этом году особый интерес для красноярцев представили предложения и цены на квартиры в Москве и Петербурге. Подробности у нашего корреспондента. Недвижимость комфорт-класса в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге – одно из самых популярных предложений на ярмарке недвижимости. Специалисты фиксируют повышенный интерес к такому сегменту. Особое доверие тем компаниям, которые имеют богатый опыт и региональное представительство в крае. К примеру, этот застройщик на рынке недвижимости успешно работает уже почти 30 лет и сумел завоевать доверие жителей края. Послезавтра я улетаю в Петербург для решения именно этой задачи. И здесь вот увидел в Красноярске строительную компанию, которая ведет строительство в городе Санкт-Петербурге. Поэтому и подошел. Очень вероятно, что именно у этой компании я и куплю квартиру. Потому что, во-первых, объекты у них более чем достойные. Во-вторых, компания известная, даже если я куплю долевое. Но я, так скажем, в очень сильной степени буду защищен хорошим именем этой компании. На ярмарке к этой экспозиции клиенты выстраиваются в очередь. Вопросы задают не праздные. Как купить, где строятся объекты, далеко ли от метро. Тот, кто сомневался, решается на покупку. Кто не накопил нужную сумму, может получить длительную рассрочку до 9 лет и сразу заселиться в новую квартиру. Традиционно жители северных регионов очень активно интересуются недвижимостью массовой Санкт-Петербурга. У нас 15 представительств по всей России. Самые ближайшие это и в Норильске, и в Иркутске. Для жителей Красноярска, собственно говоря, для всех наших региональных покупателей, компании предусмотрены дополнительные бонусы, скидки и более льготные программы и дополнительные преференции. Это делается для того, чтобы привлечь внимание к нашему продукту. Ну и, собственно говоря, для нас региональный клиент – это особо дорогой клиент. Специалисты объясняют повышенный интерес красноярцев к недвижимости в Москве и Петербурге тем, что одни считают это удачным вложением средств, другие получают престижное образование, третьи просто мечтают жить в одном из крупнейших городов России. Сергей Сеславин, Фаэля Шарыпова, Максим Галат. Новости. Сообщите свои новости по телефону редакции 236-0136. Оставляйте отклики и комментарии к нашим материалам на сайте enisei.tv.